Помните версии о том, что Гитлер не погиб в бункере, а якобы сбежал в Аргентину на подводной лодке? Так вот сегодня вы узнаете еще об одной теории, которая гласит, что бежавшие нацисты схоронились в подземном городе Акакор, что расположен в дебрях тропических лесов Амазонки. Не забывайте оценивать видео и обязательно напишите, что вы думаете об этой местами дикой и загадочной теории. Ну и, пожалуй, начнем с самого начала. В 1970-х годах немецкий исследователь и журналист Карл Брюггер прилетел в Бразилию и отправился в девственные дебри тропических лесов Амазонки, в поселение Барселуш, что на берегу реки Рио-Негро. Он прибыл сюда специально, чтобы пообщаться с загадочным человеком по имени Татунка Нара, который в конце 1960-х годов пришел в эти места из джунглей, словно из ниоткуда, одетый в набедренную повязку и имея из вещей лишь примитивный лук. При этом это был человек европеоидной расы, белокожий, и он рассказывал невероятно фантастическую историю о древнем затерянном подземном городе Акакор под Амазонкой, в котором обитало индейское племя Укха Мунгулала. Себя Татунка Нара называл вождем этого племени. Однако он разговаривал на плохом португальском языке, да еще и с немецким акцентом, и потому местные жители считали его просто сумасшедшим белым, который слишком долго жил в диких джунглях. Когда Брюгер нашел Татунку Нара, он завел с ним беседу, и тот рассказал Брюгеру, откуда у него взялся немецкий акцент. По его словам, в городе Акакор, помимо индейцев, жили и многочисленные немцы, нацисты, которые скрылись в джунглях после окончания Второй мировой. Гитлер, по заверениям Татунку, был в их числе. Также он поведал, что его мать была немкой, а отец индейцем. Потом он рассказал, что его племя Укха Мунгулала когда-то было процветающим местным народом, и однажды боги спустились к ним с небес и построили великолепный подземный город Акакор. А потом подарили индейцам магические камни, с помощью которых можно было видеть далекие места, предсказывать будущее и делать другие удивительные вещи. И правили боги в Акакоре, правили людьми и животными. У них были корабли быстрее, чем полет птицы, корабли, способные достигать своей цели без парусов и весел, как днем, так и ночью. У них были волшебные камни, чтобы смотреть вдаль и видеть города, реки, холмы и озера. Все, что происходило на земле или в небе, было видно в этих камнях. Но подземные дома были прекраснее всего, и потому боги передали их избранным, как свой последний дар. Именно так цитировал легенду племени Татун-Канара. По его словам, город был окружен высокой каменной стеной и имел 13 входов с воротами и высокими сторожевыми башнями. В городе были богато украшенные храмы, вырезанные из скал, огромные башни, пирамиды, роскошные кварталы домов, статуи в натуральную величину, библиотеки, полные обширных текстов о тайнах мира и Вселенной, а еще очень-очень много вещей из золота. Для освещения под землей использовались огромные серебряные зеркала, размещенные таким образом, чтобы улавливать лучи солнца и передавать его под землю. При этом Ак-Кокор не был первым таким городом. Раньше на Амазонке было 26 подобных величественных городов, но все они были разрушены во время первой великой катастрофы. Ак-Кокор остался последним. Татун-Канара часто называл этих богов бывшими властителями и утверждал, что они были родом из другой солнечной системы. Он описывал Брюгеру, какой была планировка этого города и называл мельчайшие подробности вплоть до расположения улиц и всех зданий. Он также уверял, что в городе до сих пор находятся гробницы некоторых бывших властителей, в которых покоятся их мумифицированные останки. Татун-Канара также подробно описывал обычаи и культуру жителей Ак-Кокора и делал это так хорошо, что невозможно было бы подумать, что он все это выдумал. Когда он закончил, Брюгер был убежден на все 100%, что это правда. В 1976 году на основе этого интервью Брюгер выпустил сенсационную книгу «Хроники Ак-Кокора», после которой сразу несколько экспедиций отправились на Амазонку, чтобы найти этот загадочный и таинственный город. Самыми известными среди них были экспедиция 1977 и 1978 года под руководством швейцарца Фердинанда Шмидта и бразильского археолога Ральдау Пироса Брандау. Татун-Канара лично вызвался быть их гидом и повел их через джунгли, однако так и не привел к городу по непонятным причинам. В 1979 году Шмидт снова вернулся сюда и потом даже заявил, что нашел этот город, но потерял все доказательства вместе с камерой и пленкой. Татун-Канара еще многие годы работал в этих краях гидом по джунглям. И, кстати, в 1983 году он работал с экспедицией Жака Ива Кусто, но уже тогда тут начало происходить нечто зловещее. Начали бесследно пропадать авантюристы-исследователи. В 1980 году американец Джон Рид отправился с гидом Татункой в джунгли и не вернулся. В 1983 году Татунка сопровождал швейцарца Герберта Ваннера, и он тоже пропал. Его череп будет найден в 1984 году группой туристов. В том же 1984-м странной смертью погиб и сам Брюгер. Его кто-то застрелил. Это произошло после того, как он приехал в окрестности Рио-де-Жанейро и начал свои поиски в надежде найти Акакор. В 1987 году без вести пропала шведская инструктор по йоге Кристин Хаузер, которая пошла в поход по джунглям вместе с гидом Татункой. И снова полиция присмотрелась к Татунке. Они давно подозревали, что во всем этом замешан он, но никаких улик против него не было. Татунка Нара никогда так и не был обвинен ни в одном убийстве. В 1990 году немец Рюдигер Нехберг заявил, что Татунка Нара на самом деле является его бывшим соотечественником по имени Гюнтер Хаук, который сбежал из Германии в Бразилию в 1967-м, спасаясь от долгов. Когда была найдена жена Хаука, она подтвердила по фотографии, что Татунка Нара и правда похож на ее бывшего мужа. После этого вся история о городе Акакор официально превратилась в полнейшую выдумку, и Татунку Нара обвинили в попытке мошенничества. Потом к этому присоединили и случаи пропажи исследователей. Якобы это он заманивал их в дебри и там убивал ради наживы. Однако даже припертый к стенке такими обвинениями, Татунка Нара продолжал упорно твердить о том, что история Акакора полностью правдива, и что он ни в коей мере не причастен к пропаже людей, а якобы и сам не знает, что с ними произошло. Улик против него так и не было, поэтому постепенно от него отстали. Татунка Нара и сейчас живет на Амазонке, и регулярно работает местным гидом. Продолжаю рассказывать о загадочном Акакоре. Почему он не возвращается обратно в этот город, он никогда не объяснял. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok